Депутаты городской думы продолжают серию отчетов перед избирателями. Сегодня местом встречи с горожанами стал Центр детского творчества. В бывшем спортзале бывшей второй школы, где проходила встреча депутатов городской думы с горожанами, которых представляли большей частью педагоги Центра детского творчества, было прохладно. Возможно, это и определило ее спокойный и не особенный эмоциональный характер, но, возможно, и другое объяснение. Пять лет назад депутаты, объединившиеся позднее во фракцию «Единая Россия» в Лабутнадской городской думе, приняли на себя обязательства ежегодно в очной форме отчитываться в трудовых коллективах перед своими избирателями. И каждый год представителю думы Николаю Пивоварову было, что сказать по каждому из пунктов программы, с которой он и его коллеги шли на выборы. К примеру, очень много вопросов было по предоставлению коммунальных услуг и оплате мест общего пользования. Сейчас соответствующее постановление правительства внесены в том числе и с подачи депутатов коррективы, и эти вопросы сняты с повестки дня. Удалось сдержать рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги, удалось ликвидировать очередность на местах детских садов для детей в возрасте от 3 до 7 лет. И даже в решении жилищной проблемы есть существенные подвижки. Потом большой блок вопросов был это по предоставлению жилья. Зачетный наш период тоже вы видите, что построено очень много жилых объектов. И практически эти вопросы ушли из таких проблемных районов, проблемного жилого фонда аварийного. Потому что за этот период очень многие переселились в добротные хорошие квартиры. Понятно, что далеко не все вопросы могут быть сняты за 5 лет работы одного думского созыва. Многие из них перейдут по наследству к следующему составу депутатского корпуса, который будет избран 14 сентября этого года. А нынешний состав в последний раз выступает с публичными отчетами перед своими избирателями. И необходимость этого понятна с обоих сторон. Ту одностороннюю информацию, которую мы черпаем из печаток средств массовой информации, из местного телевидения, он достаточно сжат, хотелось бы получать ответы на все вопросы. И очень часто работа в режиме вопрос-ответ, она удовлетворяет потребности не только нас, педагогов, но и всех жителей в целом города. Пора отчетов продолжается. Две встречи уже состоялись. Всего этой весной у депутатов запланировано 9 таких встреч с сотрудниками 35 лабутнанских организаций, предприятий и учреждений. Вячеслав Галушко, Игорь Борисов, Максим Мячин. Программа «Время местное».